Жёсткие притеснения прав и свобод женщин и девочек в Афганистане стали темой срочных дебатов Совета ООН по правам человека в Женеве 1 июля 2022 года. В частности, на них обсуждалась гендерная дискриминация в сфере образования. Многие средние школы по-прежнему закрыты для девочек, несмотря на обещания талибов открыть доступ к среднему образованию для всех к 23 марта. «Афганистан – единственная страна, где девочки не могут посещать среднюю школу. Как отец трёх девочек я нахожу это душераздирающим». Посол Саймон Мэнли – постоянный представитель Великобритании при ООН в Женеве из-за явления во время срочных дебатов по Афганистану. Движение «Талибан» в декабре 2021 года издало указ о правах женщин. Но к документу у правозащитников осталось много вопросов. Например, не устанавливается минимальный возраст для вступления в брак и не обеспечивается права девочек на образование, работу, свободу передвижения и участие в общественной жизни. Женщинам запрещено работать. Исключение составляют лишь учителя, медики и сотрудницы неправительственных организаций. Без сопровождения мужчины женщинам запрещено выходить из дома. В некоторых местах за нарушение этого правила грозит строгое наказание. Получить образование, кроме начальной школы, пока невозможно, объясняет эксперт. После шестого класса талибы много ввели разговоров о том, что они вроде как не отказываются общаться с самой идеей женского образования. Но возобновение работы школ они тормозят. Аргументируют это тем, что нужно пересмотреть программу средних и старших классов, привести ее в соответствие с теми религиозными нормами, на которых и основано их движение. Чтобы повлиять на политику талибов в отношении соблюдения прав женщин, ООН призвала ввести запрет на международные поездки руководства талибана. Разговоры велись о том, что, как возможный вариант влияния, это введение более жестких мер на ограничение визитов представителей талибана в другие государства. Чтобы показать талибам, что даже такое полуофициальное взаимоотношение на международной арене будут возможны лишь в случае их отказа от политики нарушения прав человека и женщин. Однако, по мнению востоковеда Николая Замикулы, блокировка визитов представителей талибана может привести лишь к ухудшению жизни всего народа в Афганистане. И к решению этого вопроса необходимо подходить крайне осторожно. Окончательная блокировка отношений с талибами и отказ даже от неформальных переговоров заблокирует вот эти вот возможные маршруты, инструменты для оказания гуманитарной помощи населению. И это может привести только к худшим посредствиям для простых жителей Афганистана. Несмотря на серьезное давление со стороны правящего режима, попытки сопротивления среди активистов в Афганистане есть. И их фиксируют международные правовые организации. Так, Верховный комиссар ООН по правам человека Мишел Бачилет во время своего визита в Кабул 11 марта 2022 года встретилась с представителями гражданского общества, включая женщин, из числа учителей, врачей и журналистов. Они просили ее помочь найти выход из кризиса. Когда я спросила их, какое послание они хотят передать через меня действующим властям, они не захотели опираться на мой голос, но хотели использовать свой. Мы хотим сами говорить с талибаном. Мы знаем, что нужно нашему народу не только в городах, но и в сельской местности. И у нас есть достоверная информация и решение, которое мы можем сами предоставить талибам. Мишель Бачилет, Верховный комиссар ООН по правам человека из пресс-релиза на сайте ohcr.org. Смогут ли женщины Афганистана найти возможность для диалога с талибаном, пока не ясно. Однако ООН продолжает следить за ситуацией с соблюдением прав человека в стране. Наталья Белокудрия, Евгений Кармазин. Специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.